Вопросы по трансфертным образованиям. Рад сообщить, что у нас сегодня специальный гость со стороны Комитета государственных оборудования, Мухаммед Наджанов. Он является экспертом специализированного управления. Он, скажем так, к нам не чужой человек, он высший человек из большой четверки. Он присоединился в ряды налоговых органов совсем недавно. И вот он согласился с нами поговорить, обсудить и рассказать, какое видение у нас есть по вопросам подготовки заявления, какая у нас есть специфика по спорным моментам. Поэтому вот мы сегодня проговорим вопросы по требованиям подготовки к заявлению местной отчетности, по штрафным санкциям, которые предусмотрены за непредставление или неполное представление отчетности, вопросы, связанные с самим заполнением заявления об участии в группе и какие у нас ожидаются изменения в правила по заполнению местной отчетности. Это вот краткое наше резюме, то что мы сегодня хотели проговорить. Коллеги, вот чтобы у нас не было недоразумений по технической части, вы можете поставить плюс, если вы нас хорошо слышите, видите, и мы можем продолжать. Отлично, я вижу много плюсов. Спасибо. Так, ну вот как я сделал небольшое вступление, потом перейдем к вопросам. Сегодня вот то, что у нас получается, вопрос по сегодняшнему, скажем, на повестке, это заявление об участии в международной группе. Это отчетность по трансферам ценообразования. Она появилась у нас буквально недавно. Это второй раз, когда мы сдаем эту отчетность. Сдается она 1 сентября после отчетного периода, то есть за 20-й год. По прошествии 9 месяцев мы должны будем подать это заявление до 1 сентября. Мы при этом понимаем, что отчетность в принципе небольшая, три страницы, но тем не менее вызывает очень много вопросов, в том числе надо сдавать, не надо сдавать. Некоторые клиенты были удивлены, если честно, не один раз, что эту отчетность необходимо подавать ежегодно, а не один раз многие думали, что подали в прошлом году отчетность и забыли. В принципе отчетность предполагается, что она сдается ежегодно. И, скажем так, наиболее большая проблема, что в компаниях, как правило, отсутствуют эксперты или специалисты, которые занимаются конкретным вопросом по трансферам ценообразования, и налоговым специалистам или бухгалтерам приходится изучать это законодательство с нуля, без определенной базы, которая требуется, и что вызывает еще, скажем так, больше вопросов, чем обычно. Вот, поэтому, если переходить, наверное, сразу к вопросам, начнем, наверное, с таких простых вещей. Димаш, вот. Добрый день. Да. Здравствуйте. Со мной вместе моя коллега Айлан Александровна, наибольшое прощение. Айлан, у нас большой эксперт по вопросам о заполнении именно заявления. Кстати, вот в первую очередь, прежде чем начнем с вопросов, я бы хотел поздравить. Все-таки это, мне кажется, смелый шаг из консалтинга компании «Большой четверки» перейти в ряды государственных служащих. Наверное, где-то, действительно, заслуживает смелости. Обычно переходит из госслужбы в консалтинг, а тут получается шаг наоборот. Разрыв шаблона получается. Да. Ну, если вот начнем, то да. Первый вопрос это касается, все-таки, наверное, того, что в прошлом году у нас появилась эта трехуровневая отчетность. Появилось требование по подаче заявления. Вот можно поподробнее нам рассказать, наверное, вот кому все-таки применимо это заявление? Зачем вообще оно нужно? Здесь такой момент. То есть, у нас в законодательстве буквально написано, что заявление нужно подавать людям налогоподчерщикам, которые являются участниками международных групп и у которых есть обязанность либо требование, то есть два условия. Обязанность либо требование по сдаче одной из видов отчетности. То есть, у нас есть трехуровневая отчетность в соответствии с шагами BEPS 13. Вот. И как раз таки вот это заявление, оно исходит из наличия обязанности либо требования по сдаче одной из отчетностей. То есть, если нужно сдавать, если налогоподчерщик является, допустим, материнская компания в Казахстане, и у него возникает обязательство по сдаче международной, соответственно, у него сразу возникают обязательства по сдаче заявления. Международной основной, то есть это для отчетности, давайте так будем классифицировать, это всегда в основном касается именно материнских компаний. Что касается уже самой местной отчетности, то есть именно обязательства по сдаче местной отчетности. То есть налогоподчерщик должен сперва проанализировать, каким участником международной группы он является, То есть является ли он уполномоченным участником, ну и материнской компанией вообще в целом, либо уполномоченным участником, либо просто резидентом, который не является ни уполномоченным, ни материнской компанией. И понять, какую из отчетности ему нужно сдавать. Если нужно сдавать, допустим, межстрановую и основную, если есть такое обязательство, то, соответственно, нужно подать заявление в сроке. Или, допустим, что касается местной отчетности, то же самый подход. То есть, если есть обязательство по задаче местной отчетности, нужно необходимо подать соответствующее заявление в участии в международной группе. Понятно. А вот само заявление, ну зачем? Я понимаю, что оно как-то связано с обменом информации, да? Да, то есть заявление, ну вот в странах ОСЛ, как мы говорим, notification. То есть такой notification нужен, чтобы как раз-таки уведомить налогового органа, что вот мы являемся участником международной группы и собираемся подавать в соответствующие сроки одну из отчетностей. Если мы говорим, допустим, если это участник, если это материнская компания, да, она собирается подавать в Казахстане как раз-таки межстрановую отчетность, она уведомляет налогового органа, что это будет подаваться здесь, чтобы потом в дальнейшем налогового органа понимали, откуда эту межстрановую отчетность получать. То есть, получается, у вас, когда автоматический обмен заработает, у вас будет возможность посмотреть на всю трехуровневую отчетность всей группы. Да. В автоматическом режиме, без ведома местных компаний. Да, да. Ну, это касается именно межстрановой и основной. То есть, вот эти двух отчетностей, то есть мы это уже автоматически будем видеть. Что касается местной отчетности, это уже как раз-таки, у кого будут обязательства, они будут уведомлять, что вот мы являемся участниками данной группы и будем до конца года. Ну, то есть, посыл заявления такой, что мы будем подавать одну из отчетностей, а непосредственно дальше уже в конце будет понятно, какая из отчетностей, местная или местная. Получается, условно, если компания часть большой группы, скорее всего, ей надо подавать заявление. Через это заявление вы увидите, что это какая-то группа, и вы сможете проследить, скажем так, в своем автоматическом обмене между налоговыми службами всего мира, посмотреть их отчетность на уровне всей группы, понять, а что группа думает про колоссанские компании, условно, их цифры, и что, конечно, может вызвать форму какого-то дополнительного администрирования. Да, да, то есть мы уже будем понимать, с какой юридикцией нам ждать международного отчетности, либо запрашивать в автоматическом режиме, и на основании предоставленной информации мы уже будем такой хай-левел анализ проводить, то есть смотреть коэффициенты налоговой нагрузки и местного субъекта, и его контрагента. Исходя из этого, уже мы можем как бы такую систему рисков вести, да, вот, касательно, что мы говорим международного отчетности. У нас такой еще вопрос возник, вот, заявление об участии международной группы. При этом бывает ситуация, что на угол-кутельщик компания, да, является одновременно участником сразу двух международных групп, и бывает, что эти обе группы, они обе крупные, и возникает вот дилемма, кому, да, пойти, и что показывать в своем заявлении, потому что заявление предполагает только одну материнскую компанию. Что в этой ситуации делать? Ну, здесь, смотрите, у нас были случаи, то есть это касается именно как раз-таки совместно предприятий, да, когда у нас нету нажитарного акционера, либо участника, и консолидируются, как бы, не консолидируются, они учитывают методом долевого учета, да, то есть в своих отчетностях материнской компании, даже не материнской. Вот, в таких случаях, как бы, позиция налогового уровня такая, что в любом случае заявление нужно подавать, и местную счетность нужно подавать, однако предоставляется право выбора, то есть, ну, ампетитик сам может выбирать, кого он будет указывать. Наша рекомендация такая, что есть понятие прямой контроль, да, есть косвенный контроль, да, то есть через, обычно, когда происходит компания 50 на 50, или равна той же участие, там происходит рокировка топ-менеджмента, то есть текущий топ-менеджмент, кто, вот, и его нужно указывать. Ну, это, опять-таки, это, это, это бы, не требование, а вот рекомендация, компания сама может выбирать кого угодно, то есть из этих двух акционеров. То есть возникает дискреция, да, то есть право налогового петельчика выбирать одну или другую сторону и указывать ее в заявлении. Да, потому что технически не предусмотрено, вот, как раз эти заявления, форму заявления не предусматривать, да, такие случаи, такие кейсы, когда у нас имеются совместные предприятия, да. Ну, и для этого, как бы, отдельно прорабатывать это заявление и его, как там, модифицировать, но здесь пока еще мы, как бы, не видим необходимости, может быть, в дальнейшем уже более уточнение будут уже, но сейчас, как бы, у нас такое предложение, в любом случае подавать надо, но на выбор компании, то есть кого она будет указывать в качестве материала компании. Просто мы думали, сходили из позиции, что возможно, да, как одна из опций, если компания не подпадает в одну группу, то, может, к ним вообще-то неприменимо. Ну, здесь, смотрите, опять-таки, давайте разделим межстрановую, основную и местную отчетность, вот, в две плоскости. Что касается местной отчетности, как бы, комитета, четкая позиция, это, как бы, требование местного законодательства нашего, казахстанского, поэтому, в любом случае, мы будем требовать, чтобы аналогичные задавали местную отчетность, потому что это, как раз таки, нужно, нам необходимо для цели контроля, чтобы видеть информацию о международных операциях по всей республике. То есть, да, у нас есть мониторинг, к этому сейчас мы еще вернемся, да. Вот, что касается, откуда такая позиция, это позиция еще подтверждается, мы высылали письмо под С1 налогопотечкой, я думаю, мы можем это письмо как-то опубликовать где-нибудь, да, где мы ссылаемся, как раз таки, на позицию ОСР также, что именно местное отчетность, требования по местной отчетности, это устанавливается на оригинальном уровне, то есть, юбидикция в правиле установлена. То есть, государство суверенное право устанавливает свои правила, и вы свои правила установили, да? Да, в части именно местной отчетности, подачи местной отчетности, и, соответственно, уже дальше заявление, да, что не касается как раз таки условий, да, или там требований по местной отчетности. Там уже есть четкий регламент, и который мы нарушать тоже не можем. Спасибо большое, это очень интересное пояснение, да, мне кажется, для всех, кто это, как раз таки, мне кажется, важная, интересная часть. Тимаш, то есть, дальше следующий вопрос, это касательно, как подавать это заявление, да, я думаю, что это очень такой, наверное, важный вопрос. Законно у нас предусмотрено несколько вариантов, это, в первую очередь, предусмотрена опция на бумажные носители, электронная подача на бумажные носители почтой, либо в явочном порядке, да, вот, два варианта. Мы все уже живем, наверное, в эпоху пандемии, да, когда уже идет очень бешеная диджитализация, да, у нас банки стали финтеками, да, в один момент бьют все рекорды. Вот, насколько я понимаю, это вопрос электронной подачи и заявления очень важный, но все в целом до КГД, да, вот, можно здесь пояснить, как, какие, какое есть видение у КГД насчет этого? Здесь, смотрите, такой момент возникает, в принципе, в законодательстве это право на водоптечку каким-либо способом подавать это заявление, да, у нас предусмотрено несколько способов, будь то бумажный, будь то электронный. Но, однако, здесь, как бы, ну, как вот, с учетом месяца, как я работаю в КГД, да, есть такая, как бы, загвоздка в учете таких заявлений, то есть те заявления, которые проходят бумажные, бумажные версии, и так далее, вот это все, как бы, как для специалистов, как для сотрудников, это сложно все учитывать с разных источников. Когда это все происходит с одного источника, это гораздо удобнее, да, чтобы потом и вопросов не возникало лишних, то есть, где то заявление, где это, вот, поэтому наше, как бы, даже обращение, да, или просьба в адрес бизнес-сообщества, это подавать заявление электронно. Электронно можно подать, как бы, либо через ЕГОВ, как обращение в адрес комитета госдоходов, либо через СОНО подается, потому что в кабинете на обоптечках, к сожалению, по стечению обстоятельств, техническим моментам, да, нету сейчас этой формы, и подать оттуда не получается технический пост. Мы этот момент сейчас прорабатываем, однако вот с учетом ближайших сроков, да, то есть осталось меньше недели, наша такая позиция, ну и обращение бизнес-сообщества, чтобы подавали через СОНО, через СОНО все работает, только вчера мы даже с одним алкоптичком сели, прям и подали это, в принципе, на все работе. Вот здесь, наверное, хотелось отметить, что в первую очередь заявление имеет свою специальную форму, да, вот для тех слушателей, которые мы уже слышали про то, как это заявление выглядит. Оно, в принципе, состоит из трех страниц, но, конечно, там есть специфичный раздел, вот потом про это и поговорим. Но что я хотел отметить, что СОНО сразу тоже не открывает эту форму. Ее специально нужно сначала найти на сайте КГД, найти и скачать, загрузить в СОНО, и потом она у вас заработает, разрабатывает СОНО. Я боюсь, что, наверное, многие новокутерщики почему подают в бумажном виде, потому что они не могут найти ее в электронном формате, и в этом проблема. Вот здесь такой момент, найти этот шаблон, возможно, для некоторых является сложностью. На самом деле это на официальном сайте КГД, там можно найти этот шаблон, его подгрузить в СОНО, заполнить и подать. Дальше она будет принята в системе учета КГД. Наверное, для коллег еще раз резюмирую, что получается, долговые органы рекомендуют нам, чтобы новокутерщики подавали эту отчетность в электронной форме, иначе есть такой риск, что в бумажном виде ее могут не метить и как-то не учесть, за что может ввести к каким-то возможным спорам. Нет, мы, наверное, не будем говорить, что есть риск такой, что мы потеряем. Нет, такого риска нет, просто это такой добрый жест, со стороны налогопутерщиков будет добрый жест в адрес КГД, чтобы... Ну, как вот, у нас же есть принципы добарно-рядочности в кодексе. То есть, если вот все-таки мы с этого исходим, кто же хочет упростить задачу проверяющего, какой-то диалог, то это было прекрасно. В электронном виде. Да, в электронном виде, то есть подавать. Ну, в принципе, в текущей ситуации, я думаю, что еще год назад, потому что электронный подход был немножко сложным, то сейчас, я думаю, что у нас все почти электронно. Да, я думаю, в данном случае, в принципе, все консалтинг-компании, они знают все, как это подавать, да, это в случае, если вот так, технический вопрос, как это возникает. То есть... Да, вот. Ну, мы практически, ну, 99 случаев мы подаем электронный сон. Так, вот, мы перейдем к следующим вопросам, да, у нас заявление участия в группе. Вот, куда надо представлять? Вот, видим, что часто видим ошибки. В какой налоговый орган необходимо эти отчетности направлять? У нас, оказывается, здесь есть специфика, что не все, ну, практически, знают и делают такую ошибку, что подают местный орган. Вот, можно здесь пояснить, вот, вот они подали ошибочно местный налоговый орган, а надо было подать центральный налоговый орган. Вот, как это будет вообще наказываться, контролироваться, учитываться в налоговом органах? Здесь, смотрите, такие ситуации имеют место быть, то есть коллеги как раз-таки по привычке можно подать местный налоговый орган, и другие формы налогоучетности, они подаются местным налоговым органам, да. Однако все, что касается трансферного ценообразования, у нас всегда подается в центральный аппарат, то есть КГД. И это прописано во всех приказах, то есть если мы откроем любой приказ, допустим, будь то это правило заполнения межстрановой отчетности и заявлений, там в индексе прямо написано, куда подавать, куда подавать. Общее положение тоже обычно пишут, то есть подается в комитет госдоходов. И если мы пойдем уже в приказ министра о кодировке, то есть о назначении органов госдоходов, то как раз в комитет госдоходов это 0.1, 0.1, то есть все предельно четко понятно. Здесь, к сожалению, ситуации есть такие возникают, но здесь чисто нужно ориентироваться, ну, будем ориентироваться в правом поле. То есть если были такие допущения, это трактуется опять-таки по кодексу административных правонарушений, да, у нас это приравнивается к непредставлению, да, то есть это как ошибочное. Поэтому, к сожалению, возможны такие случаи, что если не успели откорректировать, скорректировать и подать в соответствующий орган, то есть мы имеем в виду комитет госдоходов, то там возможны штрафы, штрафные санкции. То есть то, что компания подала в некорректный налоговый орган свое заявление или там отчетность, то она считается как будто бы его нет, да, то есть... Да, это... Ну, из-за буквы закона, да? Да, из-за буквы закона это приравнивается к непредставлению. Ну, текущая ситуация такая. Ну да, у нас, в принципе, это властное отношение, поэтому здесь говорить о том, что налоговый орган может пойти навстречу, наверное, совсем неправильно, поэтому тут, получается, надо было, то есть надо четко читать правила и учитывать, и указать корректный код налогового органа. То есть вот резюмирует, да? Да, да, да. Здесь либо просто перед подачей обратиться к... Либо в комитет госдохода, да, куда подавать, либо консалтинг-компаниям. Здесь, в принципе, предельно четко понятно, куда подавать. Может быть, механические шпитки возникают, но буквой закона есть закон. То есть здесь мы не можем вот такое изменение сделать. У нас тоже как бы соответствующие органы проверяют так же. Ну да, понимаю просто, что вы тоже... с вами все не принадлежите. У нас... Да. Немножко, у меня вот такой еще вопрос. У нас в целом, возвращаясь к той теме, что у нас нет специализированных отделов в компании, в группах, которые занимаются только вопросами трансферных названий. А не только-только, вижу, что начинают создаваться, укрупняться. Вижу, что отделы начали набирать, в том числе, да, из Чиферки, ребят. То есть тенденция пошла. Мы видим, что, допустим, в Европе, допустим, это вообще нормально, что есть отдельный департамент по ТЦ. По трансферному слову, в Москве там департамент ТЦО вообще есть уже во всех крупных группах, начиная с 13-го года. У нас этого нет, мы к этому только идем. Но при этом отчетность у нас уже появилась, и закон у нас вообще с 2001 года. Отчетность такая, которую необходимо представлять, появилась с 19-го года. Мы до сих пор встречаем ситуации на рынке, на практике, что некоторые компании до сих пор не знают, что они, оказывается, должны подавать заявление, местную отчетность. Вот все-таки может как-то пойти навстречу таким новичкам, которые они, в принципе, не против подать, но они уже пропустили все сроки, даже за 19-й год. Какой-то есть, может, подход к ним? Или у нас пока КГДНУ, исходим из точки зрения закона, как он написан сейчас? Ну, текущих реалий, то есть на текущий момент здесь такая ситуация, что опять-таки мы все, что написано в законе, у нас система, у нас построена именно законодательная система по своим таким образом, что незнание законов питания собрата от ответственности, да, вот. Поэтому здесь опять-таки, ну, если не сдали вовремя, то там возможны штрафные санкции, опять, ну, быть может, я не обещаю, что возможно это присмотрится, далее, но это еще в будущем, потому что все эти, вот как мы говорим, инвентаризация местных отчетностей по республике, да, она как бы еще в процессе, то есть мы еще в процессе это все смотрим, проверяем, все ли сдали или не сдали. То есть вы проводите же мероприятие по поиску тех точек, которые должны были сдать, но не сдали отчетность по трансферному судованию? В том числе такие мероприятия тоже, да. То есть при выявлении таких неточностей, ну, вернее, неподачи отчетности, вы будете выходить к этим компаниям там с обращением или вызывать? Здесь это, видите, распределение, да, ответственности, то есть в основном это местные налоговы органы, то есть региональные налоговы органы будут именно как раз такие, вот такие элементы отрабатывать с налоговочечками, поэтому здесь момент я даже не могу прокомментировать, как это будет сейчас все это работать, потому что мы на этапе этого всего процесса ищем, то есть обработки всех этих местных отчетностей, которые сдали, либо той информации, которую мы допустим, по тем, кто-то должны были сдать, но не подали, то есть мы пока еще четко как бы инструкции подали, что будет дальше, ну, я сейчас не могу даже сказать, может, все еще в процессе. Ну, получается, что мероприятие идет, да, началось? Да, это однозначно. И лучше перестраховаться, лучше все представить, чтобы не было никаких там рисков, скажем так, в компании. Можно еще вот один вопрос, который, может быть, у нас совсем четко обозначен был? Это вот штрафы все-таки, да, вернемся вот к штрафам. Допустим, компания не представила ни заявления, ни местная отчетность, компания крупная. Мы видим, что штрафы драконовские, ну, если честно, по отчетности, по трансферным названиям, по сравнению с другими отчетностями. Это 500 МРП, да? Предупреждений нет, то есть, как только нарушение выявлено, это риск, потому что компания может получить штраф от 500 МРП. В нашем понимании, все-таки заявление и местная отчетность, это самостоятельная отчетность, или это все целиком считается отчетностью, или все-таки позиция еще не отработана? Ну, смотрите, если давайте погрузимся в статью, опять-таки, откуда все это штрафы? 273-я статья КУАП, да? Говорит непредставление отчетности. Дальше идем в статью 7 закона о трансферном отчетности. Что включается? Это заявление и три вида отчетности. В принципе, из этой логики, структуры, можно понимать, делать вывод, что это каждая, это отдельная форма налога отчетности. И кодировка у них отдельная, то есть, у заявления есть слойкод, и так далее, вот индексы точнее. Вот поэтому, соответственно, штрафы, допустим, в случае непредставления, они будут выставляться по отдельности. Если они будут выставляться, они будут выставляться по отдельности. Потому что это самостоятельная форма налога отчетности. Ну, насчет драконовских штрафов, давайте вспомним, сколько вообще составляют штрафы в Нидерландах. В сравнении с этими штрафами, наверное, Казахстан, это, наверное, штрафы совсем маленькие. Здесь такой момент есть. Но, опять-таки, это вот то, что вы говорили, пойдет ли КГД на встречу, далее, это в будущем, ну, возможно, будем прорабатывать. Вот, к этому еще мы придем, потому что другой процесс уже. То есть, следующий этап. Сперва нам выявить надо, потом уже принимать решение, что делать дальше. Ну, получается, в целом, этот момент не будет оставлен без внимания, тем более суммы, получается, в целом, не маленькие, даже если смотреть на уровень отдельного региона. У нас следующий блок вопросов касается уже технических моментов самой подачи отчетности. И вот, если можно, возможно, передам слово коллеге Айлане. Айлана наш эксперт по вопросам подачи заявлений, и уже поддала, не знаю, сотни этих заявлений. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя вопросы появились. Да, на самом деле возникает несколько технических вопросов. Димаш, как известно, по результатам заполнения заявлений формы возникает, при незаполнении всех полей возникает такой протокол ошибок. И мы понимаем, что система дальше пропускает такие заявления, то есть, как бы, они отправляются, приходит даже уведомление о принятии. Вот мы хотели бы, скажем, прояснить. Мы понимаем, что как только мы получаем такое уведомление о принятии, значит, скажем, обязанность была исполнена, КГД получил это заявление. В принципе, можно налогоплательщик быть спокойным. Да, все верно, ваше понимание правильно. То есть, есть поля, допустим, которые относятся к отдельным видам налогоплательщиков, категории налогоплательщиков, об этом мы еще поговорим позже, и которые заполнять, ну, нет необходимости. В случае такой ситуации, в принципе, такое заявление будет приниматься, даже с учетом того, что, допустим, сама система СОНа, программа СОНа выявляет ошибки. То есть, как только приходит уведомление о разнесении заявления, форму налогоплательщиков, это и есть как раз-таки звоночек, то, что налогоплательщик исполнил свои обязательства. Спасибо, Димаш. Еще вот, наверное, вкратце стоит все-таки рассказать о разделе заявления, потому что, особенно, думаю, это будет полезно для тех, кто будет впервые сдавать, как уже ранее проговорили, обязанность по сдаче заявления возникает в случае, если налогоплательщика возникает обязанность по сдаче той или иной отчетности, как мы понимаем, что это может быть не ежегодно будет, да, и вот, скажем так, возникают вопросы, в особенности по разделу 2 и 4. Пожалуйста, могли бы немножко... Ну, вкратце, да, рассказать в общих чертах. Ну, смотрите, у нас 4 раздела в заявлении есть. Первый раздел – это вообще полная информация о налогоплательщике, контактной информации, юридической информации и так далее. Второй раздел заполняется в основном это филиалами, да, то есть постоянное учреждение в Казахстане, то есть там даже название раздела говорит об этом. Третий раздел – это у нас уже информация про конечную материнскую компанию, то есть, в принципе, в практике мы не видели, чтобы там ошибки допускались. Бывают ошибки, что указывают не конечную, то есть промежуточную, ну, своего учредителя указывают, хотя над ним еще есть юрлицо, которое консервирует всю эту группу. То есть вот такие ошибки бывают, в таких случаях, ну, если компанию выявили, то лучше скорректировать. Вот. И четвертый раздел – это данные об уполномоченном участнике международной группы, то есть в случае, если у нас, допустим, в группе, в международной группе, группа решила применить суррогатную, как бы, подачу, да, международной отчетности, то есть не подает материнская компания, а подает, допустим, иной участник, то есть она наделяет правами подачи международной отчетности, в таком случае как раз таки заполняется этот раздел 4. Если, допустим, материнская компания, конечная материнская компания сама сдает, то четвертый раздел остается пустым. Ну и пятый раздел – это уже ответственность там и так далее. Спасибо. Наверное, следующий вопрос касается, тоже у нас возникали ситуации, это интересует финансовый год. Как мы понимаем, финансовый год международной группы может отличаться от календарного финансового года в Казахстане, который, как мы понимаем, с 1 января по 30-е, по 31 декабря. Например, у нас когда будет с 1 января финансовый год. Да, и, например, в течение происходит какой-то разрушитель, разрыв в плане периода. Например, в декабре 2020 года вы произошли важные изменения, изменились регистрационные какие-то данные по компании. Или, например, в этот период материнская компания уполноморщила другую свою компанию в группе сдавать учебность. Или же вообще собственник изменился в материнском деле. Вот. Мы же правильно понимаем, что мы должны ориентироваться именно на казахстанский год. То есть, если произошло изменение в декабре 2020 года, это необходимо отразить заявление за 2020 год, а не ориентироваться на год международной группы, которая, например, будет отличаться международными данными. Ну, да, совершенно верно. То есть, почему вот так нужно ориентироваться? То есть, в Казахстане есть свое законодательство о ведении мугадцевского учета и финансовой отчетности, то есть, где устанавливается, приравнивается финансово к календарному году. Вот. Поэтому, исходя из этой логики, мы должны придерживаться вот этих временных рамок. То есть, если, допустим, отличается, мы все равно будем ориентироваться на казахстанское законодательство. То есть, при подаче заявлений. Вот. Но, опять-таки, здесь этот момент, даже если будут какие-то сумбурные такие ситуации, в любом случае, при... Это же эмпирические данные, да, то есть, в любом случае, при местной отчетности, как раз в разделе реструктуризации, это все раскрываться будет, и общую картину налогового органа при проверке, допустим, да, как комитет, мы не проверяем каждой отдельности отчетность, то есть, отдельное заявление, отдельное место отчетности, мы это все вкупе проверяем, чтобы понимать всю картину, видеть. Вот. Поэтому, такие ситуации, возможно, они будут, но такого сильного влияния, как бы, да, на целую картину они не будут иметь. Хорошо. Спасибо. Хотел все-таки еще один такой технический момент спросить. Убая ситуация, что компания в течение года была продана, да, сначала принадлежала одной большой группе, потом в конце года, теперь принадлежит другой группе. Может, такое техническое, но все-таки уточнить. Получается, мы какую группу, какую группу заявляем заявление? Отдельно подаем два заявления? Первый кусочек периода, второй кусочек периода, или все-таки мы передаем на информацию по 31 числа? Давайте, да, здесь такой подход, что ради с ним... Вот такой аудитовский подход, да, то есть аудиты всегда на отчетную дату на 31 декабря соответствующего года выпускаются на отчетность. Вот здесь такой же подход мы будем придерживаться, то есть на отчетную дату, кто являлся бенефициарным, или собственником предприятия, да. Вот мы на это будем смотреть. Но опять-таки, как я говорил, это будет все равно купе про авиации, в местной отчетности мы это все увидим и посмотрим, и поймем всю эту картину. Да, в местной отчетности есть такой раздел про реструктуризацию, мы должны описать, что компания была продана, а раньше продлежала другая компания. Да, да. Хорошо. А вот теперь мы, если дальше по плану перейдем к вопросам по местной отчетности, это вот вопрос. По местной отчетности у нас такая ситуация. То есть получается, законом также предусмотрена возможность подачи бумажным на бумажном носителе, так и на электронном носителе. Мы понимаем, что в кабинете на отчетничестве и в сону возможность электронной подачи на местной отчетности не предусмотрена. То есть этой формы пока у нас еще нет. И как правило, то, что мы видим на отчетничестве, очень часто подают это все на бумажном носителе. Вот здесь все-таки, когда, понимаешь, заработает, есть ли какая-то другая возможность подавать эти отчетности в электронном виде? Отвечаю на первый вопрос. Есть все-таки идеи, но реализация этих идей в ближайшем будущем еще не могу сказать. Местная отчетность более качественная анализа, нежели чем эмпирический. Больше текста. У некоторых каналописечков местная отчетность достигает 100 страниц. И это все реализовать, техническую приемку в этой серии информации, это отдельные вопросы и сроки. На текущий момент у нас предложение такое подавать местную отчетность в качестве обращения через ЕГОВ. Некоторые налогописечки так уже подают, мы это видим и в принципе мы это все фиксируем. У нас все это фиксируется, когда обращение, как раз таки еще исполнение этого обращения, то есть обратная связь, это будет как раз таки доказательством того, что налогописечки исполнили свои обязательства по сдаче местной отчетности. Как обычно обращение, подгружается сама местная отчетность в каком-либо виде она подготовлена была и подписывается как раз таки сотрудником, у которого есть право подписи через ЕГОВ. Такое решение, временное решение пока предлагаем, потому что в текущей реалии распечатывать все это и приносить наручно. Ну здесь давайте все-таки мы в 21 веке жмем и у нас министр в цифровизации много чего делать, чтобы это все работало электронно и так далее. Будем думать, как это в будущем принимать, всю эту систему узла настраивать, а пока вот такое решение, то есть компромиссное решение подавать через ЕГОВ. Ну да, это более экологично, да? Да, чем распечатывается со страниц, да, и это все хранить нам тоже. Ну здесь возникает несколько технических моментов с точки зрения подписания. У нас есть раздел 4, где написано место печати и подписи. Да. Как тогда получается через ЕЦП это решить? То есть должен подавать руководитель через его ЕЦП или ставить подпись ручкой, сканировать печать и подавать доверенным лицом вот отсканированную версию? Ну здесь, смотрите, вообще, если, допустим, будет подавать сотрудник, точнее от имени сотрудника электронно-цифровой подписью сотрудника, у которого есть право подписи, да, подавать либо обращение, какие-либо другие документы, вот этого будет достаточно. То есть электронно-цифровой подписи будет достаточно. Потому что мы, как бы, как нового органа, мы видим, кто подал, от чего именно это подал, заявление или, нет, не заявление, а местная отчетность была подана. То есть распечатать отдельно вот этот раздел, там, подписывать, ну, опять-таки, это право компании, если она хочет так сделать, пожалуйста. Но для нас достаточно будет того, что ЦП подписана, это как раз-таки утверждает нам, кто подал, и выполнением, ну, да, подачи и так далее, это все будет понятно. И ответственные лица. Ну да, это, наверное, более электронно, да, то есть, ну, с другой стороны, не упростит ли ты анализ отчетности, не будет ли ты излишним? В каком плане анализ отчетности? Ну, получается, если все в электронном виде будет подано, получается, можно будет администрировать проще, да? Да, 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 то есть читать это все проще, на электронной версии. И при возникновении, допустим, там, вопросов или взаимодействия, это гораздо будет проще, да, то есть мы можем просто перенаправить в налогоптечку или просто дать пояснить, допустим, по такой-то странице просим пояснить, да, ну, вот так вот, это гораздо проще. Либо, допустим, там путем внесения комментариев в сам PDF-документ, либо в Word, в зависимости, как налогоптечка подала, это будет гораздо проще взаимодействие налогового органа и бизнеса. Хорошо, но по местной отчетности вот еще один такой большой вопрос, это когда компании обращаются, подавать ему местную отчетность или не подавать. Вот мы смотрим на законодательство, видим, что слово выручка, да, вот ключевая вещь, это наша выручка, которая должна превышать определенный порог, это 5 млн в МРП. При этом интересно, что когда мы смотрим на требования к текущему году, допустим, 20-й год наберем, да, как пример, мы должны посмотреть на год назад, то есть на выручку 19-го года. Я понимаю, что это, в принципе, задумано было так, что с точки зрения планирования, да, когда мы знаем, что сегодня мы превысили выручку, значит точно в следующем году мы должны подать нас отчетность и должны уже думать и готовиться к этому. Но у нас обычно все происходит по-другому, да, мы уже год пережили, потом думаем, о чем мы должны подавать. Да, у нас такой менталитет, back-looking. Что мы, да, смотрим по факту, да, по ситуации, по планированию, мы еще, скажем так, мы еще не дошли до этого. Ну, не все компании, конечно, есть компании, которые заранее все делают. Вот здесь вопрос, вот, 5 млн в МРП. На какой МРП необходимо умножать? На МРП года предыдущего, который меньше, или текущего, который больше, как правило? Да, да. Ну, здесь, смотрите, в законодательстве прям четкая структура, ну, это предложение, которое структурено таким образом, что оно утверждает соответствующего года, да, то есть оно ссылается на предшествующий год отчетному периоду. То есть, если на примере, это вот, допустим, в этом году, 20-й год, местный отчетность нужно будет подавать, нужно будет ориентироваться на предшествующий год и на выручку, и на МРП предшествующего года. То есть, смотрите, МРП на 1 января 2019 года, какой был установлен, вот, и посмотреть выручку, это будет умножить, и у нас выйдет этот порог. Именно на 1 января, получается, предыдущего года. Да, да. Что касается 2020 года, это мы пояснить дадим, потому что там у нас менялось, там и так далее, вот этот момент, мы к этому еще придем, да, давайте сейчас думать о текущих вот этих вопросах. Вот, поэтому совершенно правильная логика, мы смотрим предыдущий год, и мы посмотрим предыдущего, предшествующего года отчетному периоду. Да, есть просто научки, которые не согласны с этим, они говорят, что соответствующий это текущий, это не предыдущий, поэтому здесь сразу вопросы возникают. Ну, возможно, да, возникают такие вопросы, все-таки законодательство написано на русском языке, да, то есть трактовки могут быть разные, да. Да, но вообще, как бы, понимать нужно так, что нужно смотреть предшествующий год в черном периоде. Мне кажется, без разницы на русском, казахском или английском, это одинаковое, респекти, соответствующие. Поэтому, ну да, там как, да. Хорошо, что вы прояснили. Да, важно, что прояснили, потому что были разные формировки, но консервативно, конечно, кратится на меньшую сумму, в любом случае. Да, да. И это, наверное, больше вопрос при нем только к тем, у кого вот на грани, да, там, 10-20 миллионов тенге плюс-минус от них, там, от этого влияет, будут они сдать или нет. Мне кажется, таких компаний совсем немного, поэтому в целом, в принципе, очень понятно, что крупные компании, оборот, которых превышает, ну, сумма, 12-13 миллиардов тенге, они, получается, у нас подлежат, скажем так, обязанности по подаче местной отчетности, то есть раскрытию необходимых, то есть ваших сделок с участниками группы и объяснение, что вот какое у нас в этих сделках ценообразование, на основании чего вы построили, установили определенные цены и соответствуют ли эти цены рыночному уровню или нет. Следующий раздел, который мы хотели затронуть, это, конечно, поправки. Мы уже, наверное, год, если не больше, ждем поправки в приказ, Димаш, я понимаю, что это не ваш вопрос, это не вы, конечно, там, не вы, министр, чтобы подписать этот приказ. Но, тем не менее, может, есть у вас какая-то информация насчет того, что мы получим эти данные или нет, потому что у нас в этом приказе, который мы все ждем, там есть такие важные вещи, как порог по материальности, по сделкам, имеют вещи, которые мы важны для отдельных толпоперечек. Здесь, смотрите, при утверждении нормативных правовых актов есть определенные процедуры, которые не зависят от комитета даже, в принципе, не от нас, не от нашего председателя и так далее. Вот, поэтому эти поправки, они еще на утверждении, на сам приказ, на определенной стадии утверждения. И сейчас говорить, он выйдет ли до конца года или нет, мы не можем утверждать такое. Потому что в прошлый год пандемия была, там все это затормозилось. И сейчас, надеемся, что до конца года это выйдет, приказ, но утверждать такое точно мы не можем на текущий момент. Поэтому у нас, как бы, по тем моментам, допустим, как раз таки, по порогу, да, у нас рекомендация такая, что, в принципе, порог, он бизнес-общество уже знает, все консультанты знают, какой порог будет установлен, да, и порог уже однозначно меняться не будет ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Поэтому, чтобы уже формально соблюсти все обязательства по текущим, как раз таки, по текущим правилам, которые гласят, что нужно установить в налогучетной политике, да, в налогучетной политике, да, в налогучетной политике нужно установить этот порог. Мы предлагаем, знаете, соответствующий порог, то есть 350.000 РП, отдельные статьи вывести этот порог в налогучетной политике. Как раз таки, может быть, у некоторых налогучей, как пришло время обновлять уже налогучетную политику, это и будет, как раз таки, тридер, да, и еще раз пересмотреть там некоторый момент с учетом поправок в том же самом кодексе и вот по нововведениям законодательства транспортного. Хорошо, вот у меня вот такой следующий вопрос, это немножко, наверное, как жалоба, да, со стороны бизнеса. Вот у нас, получается, по крупным компаниям бывает такая ситуация, что местная отчетность, то есть компания готовит сначала отчетность в маникаре, раскрывает информацию, то есть 52 графы, которые необходимо заполнить полностью, некоторая информация дублируется между собой, ну, по сути, она дает все данные 15 мая. После этого компания подойдет заявление, после этого компания еще готовит местную отчетность, и бывает часто, что повторяют информацию, что местная отчетность, что отчетность в мониторинге. Грубо говоря, одна даже информация сначала продается по горизонтали, потом по вертикали. И как будто возникает излишняя какая-то загруженность со стороны налоговое бремя. Налоговое дополнение бремя, да, по администрированию этих всех вопросов. Согласен. Есть ли какие-то планы, может, как-то упростить подходы или что-то с этим сделать? Ну, здесь, смотрите, отвечая на вопрос, ну, двумя разделим ответ. Первое – это то, что мониторинг отчетности, ну, по крупным налогопотельщикам, и местная отчетность содержит информацию. То есть, первое – это содержит эмпирическую информацию в основном, то есть до 30-го, где-то столбца, в основном это эмпирическая информация. Дальше уйдет какая-то качественная информация. А местная отчетность в основном содержит качественную информацию, да, то есть чтобы проводить, будучи налоговым органом, проводить полное обследование всей картины и учитывать все факторы, и эмпирические данные, и качественные данные. Вот поэтому совсем отменить этого не будет в любом случае. Однако, так забегая вперед, да, то есть мы сейчас пересматриваем, то есть в ближайшее время мы уже как-то либо объявим, да, либо семинар еще будет по-красскому упрощению вот этого мониторинга, то есть чтобы информация не дублировалась. Это вопрос проработки сейчас находится, я думаю, до конца года или так далее, мы проведем еще один такой семинар, чтобы осветить вот это, я думаю, наше нововведение, наше видение, да, как это должно быть теперь, вот. То есть, если я резюмирую, получается, есть идеи какие-то, уменьшить, так скажем так, бремя для накоптельщиков по одним и тем же сделкам. Да, то есть, допустим, если прям предметным будем говорить, то есть та же самая, допустим, стратегия ведения бизнеса, она есть и в мониторинге, да, и в местной отчетности, да, то есть вот такие моменты, чтобы не дублировались, они создавали время администрирования налогоптечкам, эти моменты мы сейчас прорабатываем, то есть есть идеи о улучшении, да, вот этой формы, однако это вот требует времени. Это было бы здорово, да, чтобы как-то упростить процесс подготовки либо отчетности в мониторингу, либо в местной отчетности, или того и другого. Ну, в принципе, это очень полезная информация, Димаш, спасибо большое, что вы поделились с нами. Если мы забегаем вперед, я понимаю, что мы, если мы затронем поправки, да, которые планируются, это отдельное, наверное, мероприятие, которое необходимо проводить, это отдельная дискуссия на час, если даже не больше. Но все-таки один вопрос нас очень сильно волнует, я думаю, что как нас, как бизнес-общество, это перенос срока подачи местной отчетности. Мы видели, что был пакет поправок, который предлагался, скажем, еще в феврале прошлого года, этого года, да, что перенести на 30 июня. То есть, условно, сейчас у нас, наверное, дали очень хороший период, если быть объективными. 20-й год закончился еще тогда, да, мы подаем отчетность только в декабре за прошлый год. То есть, компании дали целый год, чтобы приготовить эту местную отчетность. Отчетность, конечно, непростая и занимает время, поэтому, может, поэтому и 12 месяцев. Но мы понимаем, что есть идея сократить этот срок. Есть какие-то новости, ждать нам сокращения или есть какие-то, может, изменения в этой части? Потому что это очень важный вопрос для бизнеса. Дискуссия до сих пор идет, то есть по этому сроку, да, то есть наше предложение. Вообще, бэкграунд был такой, что у нас срок иском данности к концу года привязан, поэтому, чтобы полную аналитику провести по тем или иным налогопотечещикам, есть листья того, что срок иском данности пройдет по тому периоду. Ну да. Вот этот риск есть, поэтому было предложено такое решение. Ну, забегая вперед, могут возникнуть вопросы. Вот, допустим, в странах ОССР, в некоторых странах, в частности в Нидерландах, нужно в тот же год подавать, допустим, в тот же локал файл, да, то есть в год сделки нужно подавать. Вот. Поэтому дискуссии все еще идут. Я думаю, там такой момент есть, компромиссное решение будет в любом случае достинута. То есть сейчас, на текущий момент обсуждается там, что какой-то середины найдем. То есть это не конец года, это и не середина. Первые сентября. Да. Такое, что там будет. Но опять-таки это вопрос общественных слушаний и дискуссий с бизнес-сообществом. Это будет еще прорабатываться. Ну, то есть это актуально все еще актуально. Это все еще актуально, да. К этому вопросу вернемся, да? Да, да. То есть бизнес имеет смысл готовиться к этому, что все-таки будет срок, наверное, пересмотрен. И, скажем, в любом случае, да, он будет пересмотрен. Времени будет меньше на подготовку. Да. Да, это не совсем, наверное, полезная, вернее, не совсем, наверное, хорошая новость. Но полезно знать, что все-таки сроки меняются. Вот еще такой вопрос, наверное, больше, наверное, из вашего недавнего опыта. То, что в связи с назначением, то, что вы уже получите с каждым доступ к большим данным. Есть ли какая-то разница, да? Вы видите, как многие компании продают местные отчетности. Есть ли какие-то типовые ошибки или какие-то некорректные вопросы, которые компания отражает в местных отчетностях при заполнении? Какая-то, может, здесь рекомендация как бизнеса? Да, рекомендация. То есть здесь все зависит от позиции налогопрительщика. Если он хочет придерживаться такой позиции, то есть раскрывать минимум информации, буквально чтение закона там не заставляет меня раскрыть больше информации, что потом может последовать за этим, что будет больше вопросов налогового органа, то есть это опять, если мы говорим про упрощение налогового бремя администрирования, то это вообще не упрощает. То есть здесь опять-таки от позиции зависит. Если он хочет меньше раскрывать, в последующем, возможно, больше вопросов будет поступать. Такой момент. Мы видим такие отчетности, где нету полного раскрытия анализа, либо вообще анализа нету совсем. То есть анализа именно доказательства, что цена сделки соответствует рыночной цене. То есть для чего и предназначалась эта местная отчетность, на самом деле. Вот такого анализа. Были местные отчетности, где такого анализа вообще нет. По таким отчетностям мы будем уже отдельно отрабатывать. То есть это будут дополнительные запросы. Вот. Это вот типовые ошибки. Еще были ошибки касательно отражения сделок, то есть не все сделки были отражены. В частности, опять-таки, если мы говорим по предприятиям, совместные предприятия, то есть отражаются только с одним акционером. Хотя, в принципе, для нас, нам нужно видеть все сделки, которые контролируются законодательством. То есть, да, есть момент, что в приказе написано с участниками международной группы. Мы полагаем, что многочисточек понимает, что это, допустим, кого я указал в заявлении, вот с тем и буду подавать эти сделки, отражать. На самом деле, понятие участник, участники, международной группы, это обширное понятие. В принципе, это всю группу включает. Но, опять-таки, здесь есть пакет поправок, который будет, мы рекомендуем уже сейчас отражать все сделки взаимосвязанными сторонами. То есть, все материальные сделки. Приделы как раз такие материальность, которые на текущий момент можно установить в налогоучетной политике. Вот это вот отдельный вид ошибок. Как вы проводите мониторинг? Откуда вы знаете, что у этой компании есть другие сделки? Даже просто по... Это мы смотрим по крупным налогоптечникам, которые подлежат мониторингу отчетности по мониторингу сделок. То есть, вот эти две отчетности сравнить. Бывает, там отразили все, здесь отразили, вместо отчетности определили не все. То есть, если вот таким же такой же логик ориентироваться, что, допустим, по возможности другие налогоптечники могут такую же допускать ошибки. Крупные налогоптечники допускают такие ошибки, которые подлежат мониторингу именно. Но мониторинги уже нет привязки к связности. Там просто есть привязка, что все сделки. Да, там есть все экспортные сделки. К примеру, экспорт, импорт сделки с нерезидентами, которые контролируются третьей статьей закона. вы, наверное, знаете, что у нас есть баз данных, которые мы можем посмотреть, проследить взаимосвязанность. Не буду говорить компанию какую-то. То, в принципе, мы это видим по экспорту, кто взаимосвязан, кто не взаимосвязан. Даже если к нам пишут, что это не взаимосвязан, мы это видим. Если там написано, что не взаимосвязан, на самом деле, это взаимосвязанное по отдельной статье, мы это можем доказать обратно через как раз таки баз данных. И вот сопоставлять всю эту информацию, мы замечаем такие ошибки. А вы смотрите финансовая учетность? Финансовая учетность имеется на местном субъекте, который как раз таки публикует в ДФО, в Депутатаре финансовая учетность. Вот там мы смотрим. Потому что там есть необходимая информация как раз таки для проверяющего органа в части аудиторы допустим отражают сделки связанные с сторонами. То есть у них есть определенные процедуры, где они отражают отдельно глава для этого создана. Мы обращаем на это внимание тоже, учитываем. Ну, в принципе, да. Ну и там займы особенно раскрываются. Я так чувствую, что возможно с вашим приходом у них подходы скажем чуть-чуть шире станут по анализу, по отработке администрирования всех этих отчетностей заявлений и местных отчетностей. я не могу сказать, что именно с моим приходом, но со временем я думаю, да, то есть администрирование расширится, потому что это было послание президента в прошлом году в сентябре усиление контроля трансферного образования. Вот, поэтому именно распространение, даже не то, что закон-то распространяется, а вот именно контроль, да, сейчас, чтобы охват от этих всех сделок, он будет расширяться в любом случае. И это мы относим, допустим, те же самые займы, сейчас нематериальные, сделки с нематериальными активами, услуги, то есть вот это все, мы будем сейчас консердировать всю эту информацию и видеть, что заходит в республику, что отсюда входит, части сделок. то есть получается грубо говоря, тот фокус, который был всегда у нас по трансферному названию, это в первую очередь экспорт нефти, экспорт сырой нефти, экспорт металлов, вы уже смещаете не только контроль этого сектора, то есть контроль никуда не уходит, вы добавляете к нему фокус на услугах и финансовых займов. Да, здесь такой момент, что опять-таки принцип налогообложения, то есть он должен быть справедливым, не должны нести такое бремя ответственности и бремя администрирования только одни налогоптечки, то есть это же закон о списке на всех налогоптечков, поэтому мы контроль будем расширять, да, по крупным налогоптечкам это уже здесь более-менее методики уже есть, они скоро утверждаются, по нефти тоже там идут процедуры, вот, там все уже понятно, так или иначе, то есть таких грубых ошибок мы уже там не видим. Что касается допустим по займам, по услугам, здесь уже вот сейчас практику будем нарабатывать, то есть практику проверки и выявлению рисков, рисковой позиции. Хорошо, в принципе мы по временем в принципе уложились, у нас осталось только буквально 6 минут на вопрос-ответы, я думаю, может мы выберем несколько вопросов, постараемся на них ответить со стороны наших клиентов, да, вот это просто как можно сделать. У нас просто, я так вижу, поступило очень много вопросов и давайте сначала. Laura, сначала, снизу, чтобы люди получили это, когда уже во цикл и все. Поставил лишнюю галочку в отчетности, что подает основной отчетность, а не местная. Как исправить на место? Через кабинет невозможно отозвать. То есть подавать корректированное заявление. Давайте, коллеги, начнем с того, что через кабинет вообще заявление невозможно подать. Это первое. Я еще не видел, что кто-то смог подать через кабинет это заявление. Возможно, через СОНО. Ну, отозвать, если у вас не получается совсем отозвать, то в таком случае, можно и бумажно создать. У нас же бумажно тоже предусмотрено при определенных случаях. То есть при невозможности как раз-таки подачи электронно можно бумажно это сделать. Там, кажется, есть такая возможность подачи скорректированной версии. Да, скорректированной тоже есть. Потому что там же есть графа, это первоочередная, а первоначально очередная, дополнительная. То есть можно указать в другую, что это дополнительная и исправить. Хорошо. И какой МРП учитывается при расчете материальности? Год в год берем материальности. 50 тысяч МРП, видимо, об этом говорится. Материальный сделок имеется? Да. Материальный сделок. Ну, здесь год в год уже это же непосредственно относится к самой местной отчетности. То есть к структуре, к тем сделкам, которые происходили в том году. То есть мы, если будем соблюдать принцип соответствия, будем собрать год в год. Год совершения той самой сделки. Там был интересный вопрос про СП. Давай посмотрим. Скажите, пожалуйста, в 2020 году в наше ТО была СП. Казахстанская компания была 49,9. Иностранная компания 50,1. В 2021 году иностранная компания продала 50,1. А сегодня компания А имеет 49 доли. Компания Б – 51. То есть, видимо, иностранная компания продала несколько компаний. В свою очередь, компания А является материнской компанией, а компания Б – какую компанию необходимо указать, как материнская компания в заявлении нашей ТОО? В каком заявлении? В 2021 году уже иностранная компания продала. – Да, все правильно, Иван. – Ну, здесь момент такой, то есть на момент, на отчетную дату, давайте исходить из этого, на отчетную дату, вообще являлась ли данная компания участника международной группы, вот с этого начнем. То есть, если да, то на момент заявления нужно указывать… – То есть, в первую очередь, на 31 декабря 2020 года, да? – Да. – Сделка прошла в 2021 году. Наверное, этот вопрос уже отпадает, да? – Да, да, да. То есть, мы рассмотрим сейчас предыдущий год, 2020 год, отчетный период у нас, поэтому именно данная ситуация будет в следующем году уже. Компания будет уже решать, кого ставить в качестве с компанией в следующем году. Я думаю, может быть, этот момент либо обратиться прямо детально, потому что детали больше нужно понять, что произошло. – Ну, скорее всего, предполагаю, что если иностранная компания была крупной, и она, получается, владеет контрольным пакетом, то, скорее всего, она консолидировала у себя вашу компанию, поэтому необходимо будет показать именно иностранную компанию. А уже в 2021 году уже надо проводить новый анализ, потому что почему-то у нас эти отчетности подаются ежегодно, чтобы показать, что вы уже не часть иностранной компании, а уже часть, допустим, казахстанской группы. – Ну, нужно еще проверить, что казахстанская группа имеет другие юрисдикции компании. – Да. – Кстати, когда вопрос по международной группе, вот я видел среди этих вопросов, даже если материнская компания казахстанская, но если ваша группа в целом имеет компанию нерезидента, то вы уже считаетесь международной группой. – Да. – В таком случае у вас есть такой риск подачи заявления. Даже в такой ситуации, что вроде… – Обязательство, давайте назвать обязательство. – Ну, у меня просто риск, я консультант. Димаша уже все жестко. Обязанность или нет? – Ну, я думаю, последний вопрос ответим, и в принципе у нас завершится время. Какой вопрос выбираешь? – Может быть, последний еще какие-то поступили? – Тло на стадии разработки ТЭО. Услуги по разработке ТЭО получены от нерезидента. Выручки нет, реализации нет. Нужно ли подавать заявление в межстрановую отчетность? – Ну, здесь давайте буквально читать закон. То есть, если выручки нет, 5 мерам, значит, обязательно нет. Здесь можно так просто ответить. Межстрановая отчетность. Ну, если это участник международной группы, то есть, надо посмотреть это участник международной группы, и межстрановая отчетность подается за рубежом, у нас опять-таки есть автоматический обмен, поэтому вот это заявление подавать не нужно. То есть, организации нет. Однозначно здесь местная отчетность не нужно сдавать. Значит, обязательства по сдаче заявлений, которые возникают из обязанностей по подаче местной отчетности, нет. Но нужно проанализировать именно ситуацию по межстрановой отчетности. То есть, посмотреть, материнская компания у себя сдает, вообще есть ли у нее законодательно предусмотрена норма по сдаче межстрановой отчетности. Потому что нужно исходить из того, что вот по этой гумбе мы потом получим, в общем, местной отчетности или нет. Вот. В принципе, на это, наверное, все. Уважаемые коллеги, спасибо большое, что вы поучаствовали в нашем вебинаре. Сегодня у нас был специальный гость из КГД, комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Хадстана, Димаш Маджанов. Он ответил на наши вопросы, скажем так, если резюнировать, основная просьба это подавать все электронно, эпоху диджитализации, эпоху пандемии, минимальный контакт, да, но все-таки отчетность это тоже, как скажут, носитель, да, чего угодно, поэтому просьба подавать все электронно. Мы понимаем, что этот опрос является, скажем так, серьезным и находится на большом контроле со стороны Министерства финансов, и мы ожидаем, мы слышим, что проводится как нормативная деятельность, так и планируется мероприятие по контролю, мониторингу с их стороны, поэтому давайте будем готовиться дружно, вместе, да, и, скажем так, надеюсь, что это наша не последняя встреча, мы продолжим наш диалог, и, возможно, мы узнаем, скажем так, что новое, про задачу как заявления, так и местной отчетности, возможно, планируемых изменений в законодательстве. Однозначно, да, то есть такие мероприятия нужно проводить, как говорят же, в споре рождается истина, поэтому вот это спор будет, это просто диалог, такие мероприятия, чтобы как раз-таки развивать практику о консветном снообразовании в Казахстане в целом, да, то есть тут это с налоговых органов или со стороны консалтинга, или со стороны бизнеса, такие мероприятия, ну, надеюсь, что мы будем часто такие мероприятия устраивать. Спасибо большое, на этом мы и разрешаем. Спасибо большое, коллеги. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.